Как снижать пульс у молодых, если давление нормально? Вот у вас синусовая тахикардия, учащенное сердцебиение, это патология сердца или нет? Я вчера на эту тему сториз записал, где сказал, что вот у молодых, особенно у молодых людей, в большинстве ситуаций, если мы говорим про синусовую тахикардию, сердце здесь вообще ни при чем. Если учащается сердцебиение, не говорят, что у человека есть патология сердца. Поэтому на ваш вопрос, как снижать пульс у молодых, нужно у молодых выяснить, из-за чего этот пульс повышается. Если мы говорим про экстренные какие-то ситуации, ну, к примеру, если давление снижается, назначается и выбор один. А так нужно понимать, из-за чего, соответственно, повышается пульс. Потому что у молодых людей, ну, грубо говоря, до 35-40 лет, чаще всего молодые, там, 20-25 лет, и меня об этом спрашивают. То есть здесь, ну, в 25 лет, чтобы была патология сердца, но это казуистические какие-то истории. Возможно, там, в редких, очень редких ситуациях могут быть какие-то там аномалии развития сердца, клапанов, аппарат сосудов и так далее. Но это прямо редкие ситуации. То есть, как говорится, когда слышишь цок от копыт, ты же думаешь не о зебре, а ты думаешь о лошади в первую очередь. Вот, поэтому проверяйте щитовидную железу, проверяйте общий анализ крови, исключайте анемию, проверяйте ферритин, исключайте, значит, дефицит железа, возможно, патологии желудочно-кишечного тракта. Вот, малоподвижный образ жизни, когда человек ведет офисный, диванный образ жизни, это тоже вызывает тахикардию. Ожирение, курение, частые стрессы, недосыпание, всякие тревожные, панические атаки и так далее. И т.д. и т.п. Ну, сейчас еще эпоха ковида, хотя про нее сейчас мало кто говорит, но все равно. Постковидные синдромы есть, когда возникают, преследуют человека определенное время приступа синусо-тахикардии, ортостатической тахикардии. Так что патологии сердца в молодом возрасте, особенно в возрасте 25-30 лет, ну, об этом, конечно, когда к врачу приходят, желательно, чтобы врач за всеми этими паническими атаками и так далее не пропустил что-то серьезное, но на практике это встречается реже. Но если человек обследуется, потому что меня молодые девушки-то одолевают те, которые обследованы с ног до головы, а вот которые там, были даже такие, которые приходили на онлайн-консультацию, которые там в 20 лет делали и стресс-узи сердца, и сцинтиграфию миокарда, и там электрофизиологическое исследование сердца и так далее. Естественно, там ничего не находят. Вот, то есть, когда человек сделал достаточно большое исследование именно сердечно-сосудистой системы, потому что у нас логика такая, если сердце часто забилось, значит, причины в сердце. Вот, но это далеко не так. Вот, поэтому человек делает те или иные обследования, там все нормально, нет органической патологии сердечно-сосудистой системы, откуда ей взяться там в 20, 25, 30 лет. Вот, нужно вот обследовать то, что я выше сказал.